Добрый вечер, уважаемые телезрители! Прошло более двух часов, как закрылись двери избирательных участков. Вся страна замерла в ожидании результатов выборов. О том, как это было, расскажут мои коллеги и я, Богдан Петров. Завершились очередные выборы депутатов Нижней палаты парламента Казахстана, а также местных представительных органов. В Петропавловске избирательные участки открылись в 7 утра. Среди тех, кто первым опустил бюллетень в урну, Аким области Кумар Аксакалов. Смотрим подробности. Воскресные парламентские выборы на избирательном участке 595 проходят активно, но спокойно. В 7 утра спешили отдать свой голос лишь представители старшего поколения. После 9 утра поток избирателей увеличился. В парламентских выборах участвуют 5 из 6 зарегистрированных в стране партий. На раздумье, за какое отдать свой голос, у казахстанцев было достаточно времени. Настала пора сделать правильный выбор. За 595-м избирательным участком закреплен и глава региона Кумар Аксакалов. Он один из первых отдал свой гражданский долг. Это новая страница в казахстанском парламентаризме. И по большому счету мы сейчас формируем новую политическую культуру в управлении государством. Все больше людей через общественные организации, через партии будут участвовать в управлении государством. На данном участке 1400 избирателей. Из них 25 ветеранов труда, 1 ветеран войны, 15 голосуют впервые и есть те, у кого день рождения. Для них приготовлены небольшие подарки. Это мои первые выборы. Мне очень волнительно. Так как я патриотка Казахстана, я сделала свой правильный выбор. Мне 18 лет. Я учусь в университете Монаша Козыбаева. По словам председателя избирательной комиссии, нарушений в ходе голосования не было. Соблюдаются на участке и меры санитарных норм. У нас есть специальные разметки для социального дистанцирования. Мебель и оборудование тоже расположены с учетом социального дистанцирования. Проветривание производится. Наталья Итова, Урал Амренов, Служба новостей. Жители районов приняли активное участие в выборах. Так, в Козылжарском сельском округе действовал 275-й избирательный участок. Как там проходило голосование, расскажут мои коллеги. К избирательному участку номер 275 относится 318 избирателей. Это жители сел Чапаева и Трудовая Нива. Как отмечает председатель избирательной участковой комиссии Гульмира Нур-Ахметова, голосование идет активно. За соблюдением порядка и прозрачности на участке работает 4 наблюдателя. Организовано голосование вне помещения, которое было в результате заявлений избирателей, которых у нас на избирательном участке 25. И сопровождение будет осуществлено также вместе с наблюдателями. Сулушаш Уразова живет в селе Чапаево уже второй год. Она вместе с семьей переехала в населенный пункт из Южного Казахстана. Женщина работает учителем казахского языка и литературы. Отмечает, что голосовать необходимо, ведь каким будет будущее государство, зависит от выбора народа. С момента, как мне исполнилось 18 лет, я всегда принимаю участие в выборах. Я считаю, что нужно голосовать, необходимо развивать экономику нашей страны, ведь Казахстан – демократическое государство. Лучшее будущее – это всеобщий выбор всех граждан. Также в этот день четырем молодым избирателям вручили памятные подарки. Они впервые приняли участие в выборах. Стоит сказать, что на территории Казалжарского района действует 63 точки для голосования. Так, количество избирателей составляет 31 713 человек. Тамерлан Тлеубаев, Анатолий Белонок, Служба новостей. С раннего утра спешили сделать свои выборы и жители Жамбылского района. На избирательных участках соблюдались все санитарные нормы. При входе измеряли температуру, выдавали одноразовые маски и перчатки, нанесли разметку социальной дистанции. Голосовать сельчане приходили даже семьями, ведь выборы для них – это возможность определить будущее нашей общей родины. Для впервые голосующих подготовили памятные сувениры. Как говорят представители территориальной избирательной комиссии, жамбылцы активно проявили свою гражданскую позицию. В районе хорошие показатели явки избирателей. А к жителям, которые по определенным причинам не смогли прийти на участок, члены комиссии выезжали с переносной урной. По Жамбулскому району расположены 37 участков избирательных, в которых состоят 195 членов участковых комиссий. На 18 часов вечера проголосовало у нас 88% избирателей и списка включенных. Впервые проголосовало у нас 182 человека. 536 человек проголосовали по заявлениям на дому. Теперь о том, как свои голоса отдавали петропавловцы. С 7 часов свою работу начал и избирательный участок номер 572, расположенный в здании средней школы номер 13 микрорайона Заречный. Всего здесь зарегистрировано 1249 избирателей. Подробности у наших корреспондентов. За первые 5 часов на избирательном участке номер 572 проголосовало 172 избирателя. Явка невысокая, но наибольшую активность жители данного микрорайона проявляют, как правило, ближе к обеду. 10 человек от общего числа избирателей голосуют впервые. Всегда мы выполняли 65%. Голосовать люди приходят хорошо. На домников у нас на сейчас зарегистрировано уже 16 человек. Люди, которые надо будет приехать с урной. А так у нас голосование всегда проходит хорошо. За происходящим на участке следят два независимых наблюдателя и одно доверенное лицо от партии Нур-Отан. В 7 часов начались выборы. Выборы проходят спокойно. Люди приходят, голосуют, делают свой выбор. Все проходит спокойно. Нет никаких замечаний, никаких нарушений. Голосуют все. Люди разных возрастов, национальностей и профессий. Объединяет их одно. Каждый верит, что будет только лучше. Сегодня пришла проголосовать, сделать свой выбор. Это выбор. Наше будущее вклад. Как мы сейчас решим, так и будет наша последующая жизнь. Складываться жизнь наших детей, наших внуков. Хотелось бы, чтобы в нашей стране был мир, чтобы люди уважали друг друга, чтобы наше правительство делало все для народа. Я пришел отдать голос за будущее Казахстана, за его светлое будущее. Желание одно, чтобы мы все жили лучше. Я Михаила Афаина. Мне 19 лет. Я первый раз на выборах. Пришла поддержать страну своим выбором. И желаю всем остальным тоже поддержать страну. Анастасия Дроняк, Юрий Искаков, Служба новостей. Сегодня с 7 утра до 8 вечера в регионе действовало 650 избирательных участков. В 586-м свои голоса отдали 1356 человек. За голосованием следили независимые наблюдатели от Гражданского альянса Казахстана. Кабинок в участке 6, в том числе специализированная для инвалидов. Участковая избирательная комиссия состоит из 7 человек. За прозрачностью выборов здесь следили 9 независимых наблюдателей. От Центра непартийного наблюдения в Североказахстанской области участвовали более 600 человек. В ходе голосования никаких правонарушений ими не выявлено. На данный момент выбор проходит чисто, можно сказать, легитимно. И все голосующиеся, и все члены избирательных участков, наблюдатели, мы довольны организацией. Выбор проходит на должном уровне. Все сомитарные нормы соблюдены. Голосование завершилось. Теперь ждем результаты. В 20.00 все избирательные участки закрыли свои двери и перестали принимать североказахстанцев. В течение всего дня на каждом участке присутствовали как наблюдатели от пяти партий, которые боролись за победу, так и независимые. Нареканий и замечаний в ходе голосования они не выявили. Всего в нашем регионе было 650 избирательных участков. 75,5% североказахстанцев проявили активную гражданскую позицию и приняли участие в выборах депутатов в мажорист парламента и маслехаты всех уровней. Предварительная явка составила 301 629 человек. Это 75,5%. Я думаю, явка неплохая для североказахстанской области. Что свидетельствует об активном участии наших жителей в избирательном процессе. Вот и завершился этот сложный и ответственный день. Уже завтра станут известны итоги голосования. Творческая команда телеканала «Хызлжар» все это время рассказывала, как североказахстанцы отдавали свои голоса. Мы благодарим вас за то, что были с нами. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok